Микс Ньюс Ну что ж, здравствуйте, снова пятница В студии Болтком Елена Лукьянова И Кирилл Писпонин Сегодня не до шуток Несмотря на то, что прекрасная погода Дует ветер, волны метровые на море Очень хочется туда добраться Пока вы туда добираетесь В своих автомобилях Давайте обсудим очень важную тему Нужно ли в 21 веке высшее образование Мы вчера, когда ее сидели Обсуждали с Еленой Анатольевной Которую еще раз поздравляем С днем рождения Сломали много копий На самом деле Оказывается, очень неоднозначный вопрос В нем нам поможет сегодня разобраться Сергей Волков Руководитель кафедры словесности новой школы Режанка с двумя неоконченными Высшими образованиями Ольга Конькова Она сегодня с нами в студии И она прекрасная еще одна Третья блондинка Да, и Ольга Палук Доктор экономических наук Профессор Балтийской академии Издатель ресурса Балтик Курс С ней мы поговорим чуть позже А пока Подключайтесь К нашему эфиру Звоните Высказывайте свое мнение Телефон 672-12-939 672-13-939 Также у нас появилась страница в Фейсбуке Называется «Блондинки не шутят», вы удивитесь Можно оставлять свое мнение на странице радиоболтком Там тоже висит голосовалка В которой вы можете высказать свое мнение по этому вопросу Я имею в виду вопрос «Шутим мы или нет?» Нет, мы не шутим Мы обсуждаем, нужно ли в 21 веке высшее образование На данный момент проголосовало уже какое-то количество человек 85% считает, что да, необходимо 15% считает, что нет, не нужно Начнем с себя Потому что сначала же нужно как-то определиться Именно в своем сердце, голове Как мы думаем, нужно ли высшее образование в 21 веке Говорит профессор Елена Лукьянова Ну, я профессор вуза Из 40 лет профессор вуза Второго уже вуза в моей жизни Сначала это был Московский университет Сейчас это высшая школа экономики И даже у меня иногда возникают сомнения Нужно ли высшее образование Не вообще, а, например, отдельным людям Потому что очень часто мечта о высшем образовании Это не мечта самих ребят Это не мечта тех, кто приходит ко мне учиться Вот, к сожалению, недавно умерла Замечательная моя ученица Ей всего 36 лет была дочь Льва Новоджонова Сашенька Новоджонова Она у меня училась И она, когда пришла на юридический факультет МГУ А то было видно, что это вообще не ее Что это чья-то такая посторонняя воля Двинула ее в вуз, где Может быть, кто-то хотел, чтобы у нее было замечательное будущее Но это была не ее воля И поэтому вопрос о высшем образовании Мне кажется, тут несколько вещей В современной реальности существует Первое – разделить волю того, кто учится И волю его родителей Это раз И тогда мы ответим на этот вопрос правильно Да, чья воля? Кому надо? Это первое И второе – какой должна быть высшая школа? Потому что Те традиции, которые у нас сохранились С Советского Союза Которые далеко еще не все выкорчеваны Из нашего высшего образования Они зачастую не дают Вот они, собственно, и отвращают ребят От этого высшего образования Потому что, на мой взгляд, высшая школа Это школа учителя Педагога Практика Нам нужно дать компетенции Я абсолютно за баллонскую систему И самое главное для вузов Это найти этих звезд Которые будут притягивать все молодежь Тогда все получится Но еще третий вопрос А всегда ли только высшее образование Дает нам ключ к успеху? Вот здесь, напротив, две блондинки У меня куча образований А у Кюля? У меня нет ни одного Та-дам! Присудим мне за это Давайте послушаем уже первого дозвонившегося в эфир Алло, говорите, пожалуйста, здравствуйте Добрый вечер, добрый блондинка Константин меня зовут Ну, во-первых, ваша гостья, которая сказала об этом случае О первом же Сразу тут же подменила понятие То есть девочка была несчастна на каком-то выбранном факультете И сразу делается вывод на ненужности высшего образования в общем Может быть, именно эта специальность была ей не нужна Может быть, она должна была быть учительной физкультуры Ну, так и было сказано Я, собственно, ничего не подменяла Или артиллерийским наводчиком Не важно И опять же, да, второй вопрос Цель получения высшего образования Вот ваша гостья опять же сказала, что бомонский подход Дать компетенцию Я же имею полтора высших образований Одно инженерное, военное, одно психологическое То есть я знаю механизмы Я разбираюсь в людях То есть две позиции существования человечества Мне полностью подконтрольны Могу сказать, что само по себе высшее образование Именно компетенция в какой-то области Вот она как раз-то не важна А вот механика обучения Познание своих способностей во время этого обучения Подход к своей дисциплине Подход к своему ответственности Глубину понимания своих возможностей То, что может дать 5, 3, 4, 5 лет образования Вот это бесценный опыт Боит он журналистом Боит он подводником Боит он космонавтом Или она Не имею значения Но вот этот шаг самостоятельного обучения Ответственности самого себя Его нигде больше приобрести В принципе нельзя Но для женщин Большое спасибо, Костянтин Только отмечу, что это не гости Это автор программы Одна из блондинок Елена Лукьянова Я все-таки продолжу Анонсированную мной Неученость Расскажу немножко свое мнение У меня нет ни одного высшего образования То есть я, конечно, пыталась его получить Как честная девочка Уже работая журналистом много лет Я решила все-таки получить высшее образование Я поступала на 3 разных журфака В 3 разных университета И меня категорически не устраивало Качество преподавания На всех этих трех журфаках И ровно поэтому я не доучилась Я, проучившись один курс Все время уходила Страшно разочарованная Хотя все-таки признаюсь Что я считаю, что высшее образование Нужно как система Для того, чтобы уметь систематизировать знания Для того, чтобы уметь Раскладывать все по полочкам Не каждый человек может этому научиться самостоятельно Не у каждого хватает ума, может быть Каких-то навыков, знаний, сил, воли Для того, чтобы заставить себя сесть над учебниками И просидеть какое-то количество времени И насытить свой мозг знаниями Это зависит еще над какими учебниками Естественно Это зависит от очень многого Я считаю, что как раз Сегодняшняя система бакалавриата И докручивающихся магистратур Она очень-очень интересная Можно докручивать свое образование До бесконечности Можно получать новые направления Я в чем не соглашусь с Константином В том, что Это преодоление себя Это навык Это навык учиться Этот навык все равно зависит от педагогов Потому что будут они раздавать рыбу Или же раздавать удочки Вот как только педагоги начнут Наши преподаватели Они, во-первых, сами будут практиками Они будут знать, чему они учат А таких почти нет И как только они начнут раздавать удочки Ситуация очень сильно будет меняться И вопрос сегодня в первую очередь Учителя Холь, что вы думаете? Про учителей, если учитывать У вас, вот ваша история Вы два высших образования бросили Да Как и Кюль-3 Только не через год, а я даже дольше терпела С точки зрения учителей Есть действительно единицы Которые как-то могут вдохновиться А где вы учились? Первое страдание университата Он в основном по медицине Но там еще есть коммуникация с кафедрой И вот я там мультимеду и коммуникация Программу проходила И второе, это Латвийский университет Факультет педагогики, психологии и искусств Я была дошкольным, как бы, будущим учителем Учителем английского И я вижу очень У большинства У преподавателей уже такое потухшее состояние Что они просто объясняют примерно одно и то же И довольно устаревшее, и довольно неактуальное И Отношение такое Очень безличностное Но самое грустное, что меня в обоих институтах Именно Демотивировало и загоняло в депрессию Это именно вот это слово Система Только не в том смысле, в котором вы о нем говорили О том, что все эти высшие учебные заведения Они очень подвластны общей системе Того, что происходит в стране И если в системе образования, например, у нас Именно во время моего обучения Случилось столько нововведений И все ужасные И никто к ним не готов И никто их не очень хочет реализовывать Но тебе, как будущему учителю, говорят, что Ну и теперь, скорее всего, во все школы распределят детей Например, с проблемами аутистического Или более серьезными, какими-то психическими Проблемами из специальных школ И ты должен специально с ними заниматься Если ты им не объяснишь Ты будешь считаться виноватым А не система, которая вдруг этих детей Из специальных школ их вытурила Оль, вам мешает работать? Жить? Нет Отсутствие высшего образования? Вот еще проблема современного поколения Более молодых людей Это то, что я знаю Все успешные истории Никак не связаны с образованием То есть кто-то был механиком Стал больше как музыкантом Или IT-дизайнером Разработчиком Кто-то учился на повара И теперь он разрабатывает Очень интересные такие физические проекты Конструкторы И все это совершенно не связано с их профессией И они все отзываются об этих годах Как о потерянных Которые они провели в высших хлебных заведениях И я тоже так ощущаю Что оно больше забирает нервов Чем дает какого-то познания И результат Давайте послушаем еще дозвонившихся слушателей Алло, здравствуйте, вы в эфире Добрый вечер Вы понимаете, еще высшее образование Это зависит от преподавательского состава В институте, в университете Как они и что дают знания Вот у нас в Риге раньше был Политехнический институт И потом политехнический техникум Так вот от политехнических техникум Там давали такие знания Что выпускники ценились Наравне с выпускниками Политехнического института Причем они ценились Диплом их очень высоко котировался По всему Советскому Союзу То есть вот надо еще Сейчас очень много развелось Так называемых высших учебных заведений И как можно получить Вот некоторые говорят У меня 30 лет, у меня 4 высших образования Сколько они учились в этих высших школах Что за 30 лет То есть за 2-10 лет Они получили несколько высших образований Спасибо Спасибо большое И все-таки, Оля, хотелось бы понять Вот не повезло с преподавателями Не повезло со знаниями, которые давали Не повезло с вузом Не повезло с учебниками Или просто, что называется, стечение многих факторов Именно в моем случае? Да, именно в вашем случае В моем случае скорее Меня демотивировало Именно ощущение того Что меня после этого ждет То есть, например Вот в мультимеде коммуникации В первом институте У нас были некоторые общие приметы С журналистами Из которых я четко слышала И от преподавателей И от всех остальных Что у журналистов Вы не думаете, что у вас сразу будет Возможность какие-то расследования делать Там такое-то издание в Латвии куплено тем-то Вот эти издания в Латвии куплены тем-то И они должны, в общем-то Поддерживать интересы тех, кому они принадлежат Это говорили студенты Или это говорили преподаватели? И даже преподаватели Какое удивительное преподавание журналистики Ты уже заранее готовишься к тому Что твое мнение не будет объективным И его, скорее всего, придется корректировать В угоду тому, кто является владельцем Ну, например А в Латвии такие проблемы в очень многих областях Потому что она маленькая, к сожалению То есть у нас еще одна тема для будущей передачи Какими должны быть средства массовой информации? О, здесь, конечно, у нас много камней полетит Давайте еще послушаем Алло, здравствуйте, вы в эфире Добрый вечер Вы знаете, хочу напомнить вам Про Евгения Евтущенко Он свое высшее образование По настоянию своей мамы Которая была киоскером в газетном киоске Получил, уже будучи Профессором американского университета И отдал этот диплом маме Хочу вам рассказать, что... Сказать, вот только что упомянула Лариса, вот звонила Про политехникум Допускник этого политехникума Господин Шлесов Который, сколько я знаю, тоже без большего образования Но с большими деньгами И у нас в Балозах был крупный там Этот полиграфический... Ну, хозяин полиграфического предприятия Миллионер С девятью классами образования Говорят, что он как-то получил Потом высшее образование Так вы сами-то как считаете? Нужно оно или не нужно? Вы понимаете, какая вещь? Что оно никогда, наверное, не бывает лишним Если... Ну, я так думаю Что высшее образование не бывает лишним Если это соответствует твоим способностям И твоим наклонностям А если это, извините, для бумажки Для папы с мамой То это позраченное время Украденное в жизни Большое спасибо Давайте сразу же в загонку послушаем Другого дозвонившегося Алло, здравствуйте Добрый вечер Добрый Хотел бы вам задать вопрос Совершенно конкретный Одна из радиослушателей Упомянула преподавательский состав А вот скажите, пожалуйста С вашей точки зрения Есть ли связь между заинтересованностью студентов И актуальностью информации Которую им доносят Конкретный пример приведу Когда в высшем учебном заведении Стоят перед доской И предоставляют информацию Девяностых годов Или как было при плановой экономике Или все-таки дают то, что произошло вчера Спасибо Большое спасибо Давайте я попробую ответить Я совершенно против того Чтобы преподаватель любого вуза Он бы только одно знал Как стоять у доски Если он сам не умеет А знает только по книгам То, что он преподает Ну, я просто приведу пример Чтобы это было понятно Вот я юрист Преподающий конституционное право Если я сама не пойду на выборы Если я не поработаю В избирательном штабе Если я не займусь вопросом Там не буду знать Целый ряд практических процессов Тех, которые происходят в государстве Как делаются законы Я ничему толковому Своих студентов не научу Преподавателю, у которого нет других интересов Кроме как стоять у доски Который сам всю жизнь не учится И каждый день не становится новым Другим Не ощущает новую реальность Он, в общем-то, бесполезен К сожалению Ну, это ровно потому Почему я перестала учиться Потому что мне преподавали Какие-то совершенно замшелые Истины 19 века Почему-то это преподносилось Как новая журналистика И мне говорили Вы сначала научитесь писать В стиле комсомольской правды А потом обретете свой Я говорю Здравствуйте Я уже свой стиль обрела Достаточно много лет уже работаю в нем Зачем мне учиться Писать в стиле комсомольской правды Чему это меня научит Какое знание даст Поэтому вы совершенно правы Звонивший слушатель Нам нужно пересматривать Категорически свое отношение К тем, кто учит Давайте еще послушаем Звонившийся Алло, здравствуйте Добрый день Меня зовут Александр Мне кажется Значит Вообще Вопрос о том Нужно или не нужно Высшее образование Дискутировать Вообще не стоит Это всем понятно Что нужно Здесь вопрос Совершенно не всем Но я попробую Объяснить очень коротко Понимаете Получение высшего образования Это просто возможность Для каждого индивидуума Ты можешь воспользоваться А можешь не воспользоваться Я имею ввиду Попадешь ты в хороший вуз Хорошим преподавателем Или будешь ты старательным студентом Или нет Это возможность Познать жизнь И продвинуться вперед Это однозначно Вот вы не думали о том Почему в Советском Союзе Который Многие из ваших Вот участников Передачи Не очень Любят Да Все-таки Каким-то образом Поощряли Получение высшего образования А сейчас В нашем продвинутом Подождите А как это поощряли А кто это поощрял Я просто не в курсе Молодая Минутку Вы рабфак имеете ввиду Минутку Вы рабфак имеете ввиду Никто Никого не поощрял Какой рабфак Вы посмотрите Сколько людей Получило высших образований Моя семья Люди из крестьян Получили высшее образование И стали Хорошими людьми А сейчас что с ними Сейчас еще проще Сейчас еще проще Ну да, да, да. Но гораздо больше шансов. И в России тоже. Как только, как только стал средний балл, ребята смогли поступать в самые престижные вузы с самой глубинки. Я не соглашусь с вами. Балунская система лучше поощряет. Минутку. А сколько сейчас в России, значит, высшее образование получает людей по сравнению с 91-м годом? Я думаю, больше. Гораздо более востребованно, гораздо больше людей получает. Гораздо больше. Да? Только по каким специальностям? По самым разным. Я вас уверяю. И вузов стало больше. Не надо. Вот неправда. Не правда. Да вы не путайте те вузы, которые у вас наплодились, которые половину надо закрыть. Они только называются. Вот это не вам судить. Я, например, считаю, что частные вузы круче. Как и вузов образования в России власти сейчас нет. Бывают круче. Стокгольмская школа круче. А я считаю всех на горах. Ой-ой-ой. Спасибо большое. Это было очень интересное мнение. Главное, очень экспрессивное. Звоните обязательно. Высказывайте. О, давайте быстренько еще послушаем, кто. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Александр. И не может юрист быть без образования и медик, и инженер. Это правда. Я еще не закончил. Да. Значит, хотелось бы все-таки мысль свою высказать. Вы сразу напали на меня. Нет, нечего бы на вас поддержать. Нет, нечего бы на вас поддержать. С таким расчетом. Я считаю, что я считаю, что я считаю, что только 3% настоящие имеют высшее образование. Что такое инженер? Инженер – это в переводе на русский язык. Это такая статистика. Александр, а можете чуть побыстрее, потому что нам нужно уже прерваться будет. Вы можете быстрее сформулировать ваше мнение? Да. Ладно. Не буду вас нагружать. Так сказать, вы статистику, видно, что не любите. Просто так. Очень люблю, очень люблю. Спрашиваю источник. Ну, источники можете посмотреть и полистать. Я сейчас вам, так сказать, могу только сказать, что касается гуманитарного образования. Это второй, так сказать. Вот гуманитарное образование, здесь, конечно, высшего образования не нужно. Валентин Пикаль не имел высшего образования. Академик Гинзбург, встретив на одном форуме… Простите, пожалуйста, мне придется все-таки вас прервать. Не потому, что мы не хотим слушать ваше мнение, а потому, что нам нужно прерваться вообще, в принципе, на короткий блок. Студия Радио Болтком. Елена Лукьянова, Киоли Писпанин, Ольга Конькова, рижанка с двумя неоконченными высшими образованиями, которой много есть что сказать и предъявить претензии. Наши слушатели по телефону прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Наши эксперты – Ольга Павух, доктор экономических наук, профессор Балтийской академии, издатель ресурса «Балтик Курс», и Сергей Волков, руководитель кафедры словецности новой школы. Давайте послушаем его мнение. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У меня лично опыт жизненный такой, что я много работаю в образовании, причем в разных всего сегментах. Я работаю в основном в школе, но также и несколько лет работаю в разных вузах, и работаю с теми ребятами, кто идет из школы в вуз, и читаю лекции взрослым, и даже в детстве я работаю. Очень короче, я хочу сказать следующее, что 21 век отличается от 20-го, когда мы учились. Моя поколение петельность росла тем, как мне кажется, что он больше центрирован на самом человеке. Человек приходит в мир не для того, чтобы быть послушным, осваивателем того, что накопила человеческая культура, по каким-то заданным параметрам временным, по программам, которые включают много лет учения и в жесткой форме. Все-таки сейчас человек живет ощущение, что он живет свою жизнь и может выбирать из того, что его окружает, те элементы, которые нужны ему для его роста, все стороны, которые ему интересны. В этом смысле я очень рад, что вузовское образование становится одной из возможных форм такого процесса, как постоянное образование человека. Это еще одна из 21 века, что образование не заканчивается и школой, и вузом, оно продолжает всю жизнь. А вот попадает на какой-то временной отрезок жизни человека, условно там, не знаю, 18-25 лет. Вот очень важно, что этот кусок теперь не смыслится как единственный, безреконативный. Для того, чтобы с чего-то научиться, нужно обязательно это время провести в вузе. Есть масса других возможностей. Сейчас с помощью этих функциональных технологий можно учиться чему ты хочешь, в форме, в какой ты хочешь. Сили дома, условно говоря. И я знаю много людей, которые оказываются в получении высшего образования, равно то, что они хотят тратить лишнее время на то, что не нужно им, на то, что дают им в пакете, как когда-то кости давали, давят их там к какому-то куску мяса. И экономить много времени. Точно так же происходит часто в школе, очень много индивидуальных образовательных траекторий, когда можно интенсифицировать, с одной стороны, то, что ты делаешь, а с другой стороны, понять, чего ты хочешь на самом деле, разобраться в себе и вести те стороны, которые нужны тебе. К сожалению, очень много бывает такого, что школьники, заточенные на высокую планку экзаменов, на то, что поступить обязательно в ВУЗ, становиться смыслом жизни с шестлассников, их семей, ожидания колоссальные. Потом человек в ВУЗ вылетает на пружине вот этой вот энергии, которую он получил, готовится к экзаменам и элимпиадам, а потом получается, что он перестает понимать, зачем он там. Он там оказался в силу каких-то генерских обстоятельств, а не его внутреннего желания. И тогда к третьему курсу движение замедляется, и начинается кризис, то есть часто люди бросают в лоз, потому что это не то, что им было нужно. А это всегда трудно, это нужно преодолевать уже как бы вложенные в себя усилия. Поэтому, с моей точки зрения, чем раньше человек начнет развираться в себе с помощью взрослых, с помощью тютерской поддержки, тем более гибким будет образование и школьное, и вузовское, модульное, рассчитанное на него, дающим возможность выбирать свои траектории, тем лучше будет человеку, а значит и всем. — Днение Сергея Волкова, руководителя кафедры словесности «Новые школы». Ольга Конькова хотела ответить по поводу гуманитарного образования нашему предыдущему слушателю. — Технического и гуманитарного. Сейчас Сергей очень много правильных вещей сказал, и вот это личное твое отношение, и чтобы образование по тебе подстраивалось, в современном мире не обязательно для этого хоть как-то коммуницировать системы образования, ходить в институт или еще куда-либо. В современном мире можно и техническое, и гуманитарное не получать, кроме некоторых редких случаев, а все это найти и в интернете, и в библиотеках, и так далее. Я думаю, и самолет. — У нас очень много онлайн появилось образования, которое вступает в некое противоречие с теми требованиями, которые государство предъявляет, например, к разным специальностям. У нас учителям в Латвии нельзя пойти ниже, чем магистр, выпускник магистратуры. Всегда ли это так? То есть у нас новая система онлайн-образования начинает вступать в противоречие с требованиями государств к некоторым профессиям и специальностям. — Поэтому я сказала даже по исключению. — И это тоже вопрос, который в ближайшее время встанет просто перед всем обществом и перед молодежью, и перед властниками, перед рынком труда, перед всем это раз. Второе, возможность образования бесконечного, как Сергей Владимирович сказал, совершенно вечного образования, самообразования, возможности для этого огромны на сегодняшний день. И у нас должно быть, наверное, переосмысление того, что мы делаем, как мы живем, кем мы хотим быть. И как прежде к высшему образованию, наверное, все-таки относиться нельзя. — Давайте послушаем мнение Ольги Паук, доктора экономических наук, профессора Балтийской академии. Ольга, здравствуйте. — Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я присоединяюсь к мнению господина Волкова и Ольги о том, что образование действительно должно просто меняться, но должна нет система образования, потому что рынок труда сегодня абсолютно другой. Уже сегодня на рынке труда на мировом половина, примерно, работников работают не в найм, а на себя, в разных формах. И эта тенденция будет продолжаться, и она хороша. Она хороша тем, что очень многие люди смогут самореализовываться, самореализовываться в своих мечтах, в профессиях, еще в чем-то. Это один аспект. Второй аспект — это то, что сегодня у нас уклон после школы, уклон больше в высшее образование, а надо давать больше возможностей профессиональному образованию. Потому что мой опыт работы в вузах на протяжении уже почти 30 лет показывает, что очень многие приходят, кое-как этот диплом получают, а потом идут работать продавщицами, в лучшем случае. То есть этот диплом им, в общем-то, совсем не нужен. А может быть, нужно было какую-то другую профессию, которая не требует 4-5 лет учебы, и, естественно, затраты и государства, и родителей на это дело. Плюс есть еще один такой момент, это тоже его уже господин Волков немножечко, наверное, затронул. Не только образование всю жизнь, а и возможность, может быть, получать одновременно даже не одну профессию, а две, или последовательно, но одно за другой. Ну, допустим, кто-то учится на бакалавре, одну профессию, а магистратура идет уже в другую. А еще докручивать свои магистратуры, одну, другую, третью, да, Ольга? Больше, да, больше возможностей, да, конечно. И выигрывают как раз сегодня те, не те, кто сидит за партой 4-5-6-7 лет, а те, кто совмещает учебу с работой. Это я тоже наблюдаю, работая с студентами, но я больше работаю с магистрантами и докторантами, конечно, да. Но они выигрывают потом на рынке труда, потому что они, даже те знания, которые мы сегодня даем, наверное, не самые лучшие, я могу признать, потому что система-то заточена еще на прошлое, а не на будущее. Но даже эта система все равно не дает возможности больше тем, кто еще и работает. Поэтому система образования должна быть не только университеты, университеты, там, я не знаю, академии, еще что-то, а больше должно быть онлайн-обучение, в том числе и вузовского, потому что все возможности для этого есть. И если говорить об Америке, то там это уже во всю работает, в общем-то, да, когда целый университет предоставляет возможность не ходить в аудитории, а получать информацию, лекции и так далее из интернета. И вообще мне так ускоряется в последние годы, что просто жалко тратить 5-6 лет для того, чтобы сидеть за партой, а не познавать уже этот мир и уже не начинать его завоевывать. И терять время практики. Да, и возможности есть. Не сидеть там 4-6 часов в день, да, а может быть, ты больше будешь сидеть, ну, у себя, слушая через интернет, находя еще какие-то возможности. У меня есть хорошие примеры, я уже когда-то кому-то озвучивала. У меня в магистратуре училась прима-балерина нашего оперного театра, то есть прима-балерина пришла в магистратуру обучаться бизнес-навыкам, потому что она понимает, что век короток, а дальше ей что-то надо будет делать, и если у нее будут какие-то еще знания по предпринимательским там вопросам, еще чем-то, то она будет более тоже востребована именно для того, чтобы работать уже на себя. Это я подчеркиваю еще раз, потому что наемный труд, это не самый лучший труд. Если сегодня посмотреть, то у нас наемников-то больше уже сегодня. В госсекторе чиновники все, вот там они все в найме, они все счастливы, потому что они обеспечены... Ну, конечно, синий кур и сидишь, тебе поплевываешь потолок. Да, и все остальное. Вот, работаешь ты или нет, а у тебя уже все есть. Но ведь это все, что получают они на своих рабочих местах, должен обеспечить рынок. Да, налогоплательщик должен обеспечить. Да, да, конечно, конечно. И поэтому мне кажется, что образование – это верхушка, вот пирамида новых экономических отношений. Но, к сожалению, очень трудно это верхушке, начать с верхушки, потому что одновременно и сверхобразование является достаточно все-таки стагнационным. Он вообще не догоняет. Он труднее всего принимает перемены. Да, вот это противоречие, которое надо решать, его решают лучшие вузы, может быть, лучшие, я не знаю, министры или еще что-то. Мы же знаем примеры тоже Финляндии. Система образования уже совсем другая. И в мире котируется очень хорошо. Учитывая, что появилось такое количество новых профессий уже даже за последние 10 лет, которым до сих пор так и не обучают. То есть люди просто сами нахватываются каких-то скиллов, начинают заниматься этой новой профессией, выводят себя и своих друзей в топы в экономике, и при этом не существует такой профессии в высших учебных заведениях. Очень стагнирующая консервативная система, которая, наоборот, должна бы двигать паровоз. Да, абсолютно верно. И самое интересное, что отрасль, которая сегодня является, ну, скажем так, паровозом, да, IT-технологии, которая проникает во всю нашу жизнь, я не знаю, от кухни до космоса, и ведь там очень часто совсем не нужен диплом вуза. И часто не возьмут с ним, если увидят, что у тебя нет реального опыта. Абсолютно верно. И в этой области как раз приветствуется не диплом как таковой, да, а какие-то конкретные там сертификаты или как-то они еще называются по определенным каким-то работам. Но это только один пример. Есть профессии, которые будут уходить, а мы по-прежнему ими очень-очень-очень-очень. Вот я не хочу обидеться Лену Лукьянову, но профессия юриста тоже меняется очень сильно. Ой, я-о-я буду так рада. Я-то вижу, как она меняется. Я-то как раз рада, что она меняется. Да, и юристов-то будет меньше. Вот осталось только лучшие специалисты. Отлично. Может быть, справедливее будет судить робот. Ну, я-то не говорю про... Он не будет трансформировать понимание смысла, нормы, права. Он будет его использовать в том значении, в котором он заложен изначально в закон. Абсолютно верно. Человеческий фактор в этом смысле тоже, ну, скорее, может играть в какую-то отрицательную основу. И играет, мы видим. И играет, да. Поэтому вот это то, что я вижу, то, что я наблюдаю, и поэтому я всегда ориентирую своих студентов на то, что они должны, в общем, не ждать, что кто-то им даст работу, что они будут сидеть на этом рабочем месте всю свою жизнь, а что они должны пробовать себя реализовать. Это может быть одно место, потом может быть другое. Не надо бояться, не надо бояться, потому что работа на себя, это гораздо более интересно, может быть, более рискованно, но гораздо более интересно, чем работа по найму. Большое спасибо, Ольга Павлук, доктор экономических наук, профессор Балтийской академии, издатель ресурса Baltic Course. Я хотела бы попробовать подвести предварительный итог. Итак, что мы наблюдаем сегодня? Мы находимся на рубеже смены системы образования во всем мире. Одни страны быстрее идут, другие медленнее. Мы говорим о более гибкой и динамичной системе образования, о новых формах образования, о приоритете интереса человека, чтобы общество не давляло. Вот у тебя есть диплом, там, ну, старая такая русская поговорка «без бумажки мы какашки», да, чтобы вот это уходит в прошлое, «без бумажки мы какашки». Мы нет, мы не такие, мы можем быть успешными, независимо от диплома, мы можем быть неуспешными при наличии этих дипломов. И система меняется, и надо об этом думать, надо об этом все время говорить, надо об этом помнить. Давайте говорить об этом. И давайте поговорим со слушателем, у нас разрываются звонки. Давайте, алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер, меня зовут Антон. Я хотел бы немножко защитить высшее образование и выставить пару аргументов защиты. Я, конечно, с вами согласен, нужно реформировать и двигаться вперед в высшем образовании. Но все же текущее высшее образование все-таки предоставляет первое – это связи и какие-то контакты. Вы точно так же, как в школе, учитесь, в классе, вы кого-то знаете, так же в университете, особенно в хорошем университете. Скорее всего, это будут хорошие, умные ребята, которые тоже там учатся, и это в жизни очень пригождает. Это первое. Второе – не нужно тоже забывать, что университеты зачастую существуют в том числе для того, чтобы двигать науку вперед. Не говоря про какие-то практические применения, быть ресторатором, научиться руководить отелем, а абстрактно обучать, учить математику, двигаться в математический аппарат. И вот университет… Гуманитарный тоже. Гуманитарный аппарат тоже надо двигать. Да, у них там тоже развивается. Да, да, да. Вот это вот та инстанция, которая позволяет двигать науку вперед. Антон, а скажите, пожалуйста, правильно ли я вас понимаю, вуз, который сам не является по себе творцом науки, где не сосредоточена научная мысль, в общем, не совсем вуз? Ну, отчасти да. Конечно, в идеале было бы сделать так, чтобы каждый вуз, он вносил вот эту вот свою какую-то толику в продвижение науки вперед. Я так понимаю, что как-то вот общая система, она пытается это сделать. То есть есть какие-то попытки, что должны быть декторанты, определенное количество декторантов, определенное количество профессоров, должно быть работа научная, обо мне защищаться. Спасибо огромное. Да, спасибо большое. И давайте поможем высказаться еще следующему слушателю. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Ну, вот мне кажется, все-таки больше мы уходим в этом обсуждении, в нюансы, какие-то изыски там. А главное в подоплеке, когда стало образование бизнесом на всех уровнях, оно неизменно понизило свой уровень. Не согласен. Не согласен. То есть, считаете, что я скажу в государственном, советском и так далее. Не соглашусь. Вы сказали, обучение в частных вузах платных не уступает обучению. В хороших платных вузах. Вы, наверное, видели эти подборки, когда берут интервью у выпускников с красными дипломами, с победителями на Олимпиадах, задают вопросы, вот они хихикают и не могут ответить ни на один практический вопрос. Вы знаете, я и других примеров много знаю. Гораздо больше, чем эти хихикающие. Вот эти хихикающие чаще из государственных вузов выходят. Ну, понимаете, хорошо. Возьмем по-другому. Ваш еще один аргумент был. Вот, значит, преподаватели, которые всю жизнь стоят у доски. Вот я в свое время по учебнику профессора Лихачева сдавал экзамены и мужа, который всю жизнь стоял у доски, такой, можно сказать, замшелый профессор, который, значит, писал книги, ценившиеся во всем мире. Понимаете? И уровень образования тогда в государственных вузах, я не знаю, если вы будете это оспаривать. Вы же сами себе противоречите. Вы же говорите о ученом, который все время писал книги. Я когда говорила стоять у доски, это я говорила не заниматься наукой, не писать книги, только излагать привычные выученные 10 лет назад мысли. А ученый, который преподает, да, конечно, флаг ему в руки. Вот эта мысль, которую я сейчас, значит, ретранслирую, что когда образование стало бизнесом, это не моя производная, это я общаюсь с людьми, значит, у которых семья, у которых отец, значит, профессор, и там собирается такой круг людей, где я себя чувствую просто недоучкой, да, хотя вроде бы я с высшим образованием с того времени. И вот когда они аргументированно обсуждают, как упал повсеместно уровень образования на всех уровнях. Не соглашусь. Не соглашусь, я тоже профессор, я свидетельствую. Если можно, я немножко, если можно, полминута. Нет, а у нас уже, давайте дальше пойдем. Мы не можем, чтобы в эфире говорила, вот так долго высказывалась мысль. Дело в том, что я профессор, я свидетельствую. Там, где высшее образование стало бизнесом, есть разные ситуации. Там где-то стало хорошим, настоящим бизнесом, где ручной отбор преподавателей, где действительно научные центры, там показатели очень высокие. Там, где это халтура, как в любом бизнесе, плохом бизнесе, нечестном бизнесе, будет плохой результат. Вот я ощущаю, что в Латвии халтура и бизнес, и ты вот это ощущение, вы сейчас осуждаете, это физическое образование или бесплатное в Латвии? Вы имеете в виду частное и нечастное? Ну, я-то оба раза училась, считай, государственных, но там были, конечно, платные места в мультимедиа и коммуникации, но это же и для государственных деньги, просто они их получают от государства, а не от студентов напрямую, в больших частей случаев. А так-то, на самом деле, есть вот это ощущение, что им это не для знаний, не для развития науки, Молодец, Анна, напомнила нам, что не бывает бесплатного образования. Откуда-то все равно кто-то платит? Налогоплательщик, да, все равно спонсирует высшее образование. У нас остается буквально минутка, давайте быстро послушаем еще одного слушателя. Алло, здравствуйте, только, пожалуйста, побыстрее. Добрый день, я очень быстро скажу, абсолютно согласен с предыдущим говорившим, что когда появляется бизнес-интерес, появляется бизнес-образование. Вот вам примеры. Встречаю соседку, она у нас музыкантша в детском садике. Спрашивает, что такая смурная? Да, говорит, у меня завтра зачет по итальянскому языку. Зачем? А у нас вот такие курсы повышения квалификации, мы пока не сдадим, мы не продлим свое, так сказать, сертификацию. Есть у них. Поймите, если государство... Да, это глупость. Вы не забивайте! Если государство добирается до сертификации, до образования, оно поставит своих людей, и они будут выдаивать, выдаивать, они будут эти фонды собирать и выкапывать, и реализовывать. Спасибо большое. Кругом одни враги и шпионы. Есть такая теория. Но у нас, девочки, действительно только минута. Это очень коротко резюмирует Лена. Ну, я, по-моему, свое резюме сделала, я оставила для вас время. Я могу только сказать, что да, мне не имеющий высшего образования, его не хватает. Правда, если честно, я бы позволяла выбирать себе высшее образование не в 17 лет, а в 18, когда ты просто не знаешь, что ты хочешь. Абсолютно. А уже пожив, где-то поработав, что-то посмотрев, и тогда уже я бы думала, а, окей, вот этого мне не хватает. Вот это я хочу знать. А я вас разрую, Кюля, потому что мне хочется у тебя учиться, потому что во многих вещах, ты знаешь, гораздо больше и глубже, чем я доктор юридических наук. Ну, практика. Потому что всю жизнь ты сама училась, и я видела, сколько ты читаешь, и как ты учишься, и мне тоже хочется учиться. Так вот, мы все-таки за высшее образование. Но у нас высокие запросы качества. Мы с высокими запросами качества. Большое спасибо, что были эту пятницу с нами. Отличных вам выходных. Ведите себя плохо и слушайте нашу программу.